Доброе утро! Нет. Ты серьёзно? Да. Я серьёзно, Сейран. Хотел, чтобы ты от меня услышала. Постой, через телефон нельзя. Давай посмотрим через компьютер. Я не буду издеваться, обещаю. Давай. Не нужно. Отсюда посмотрю. Сейран. Давай посмотрим здесь. Не нужно, я же сказала. Посмотрю отсюда. Вместе посмотрим. Что случилось? Не открывается. Долго загружается. Посмотрим отсюда, Сейран. Секунду. Нет, очень долго. Не открывается. Не получилось. Давай, вместе посмотрим. Как муж и жена. Держись подальше. Держись подальше. Сейран, результаты экзамена опубликовали. Я ещё не смотрел. Сообщу, когда посмотрю. Что ты делаешь? Стой, стой. Ещё что отправил? Сейран, результаты лучше, чем я ожидал. Я точно поступлю в хороший университет. Ты ненормальный? Отдай телефон. Отдай. Возьми. Поздравляю. Поздравляю. Я тебе вчера всё сказала. Хорошо. Я согласен. Не поняла. Что? Я согласен. Пелина идёт из моей жизни, а Юсуф из твоей. Мы оба знаем, что ты такого не сделаешь. Поэтому не болтай попусту. Я сделаю, Сейран. Я серьёзно. Я принимаю твоё вчерашнее предложение. Хорошо. Пусть будет так. Открылась. Я знала, что ты получишь такой балл. Поздравляю, дочка. Большое спасибо. А ты ожидала такой результат? Я не думала, что получу такой высокий балл. Это лучше, чем я ожидала. Сейран, наверное, ты теперь сможешь поступить в любой университет, да? Превосходно. Ферит. А ты что думаешь по этому поводу? Ты молчишь. Если честно, я немного запутался, дедушка. Надо же. И почему? Мы с Сейран поговорили, но... Даже не знаю, правильно ли обсуждать это за столом. Говори. Мы все знаем, что ты ждёшь от нас внука, дедушка. По правде, мы тоже хотим ребёнка. Мы решили, что будет трудно совмещать учёбу с беременностью. Сейран сдаст экзамен, когда захочет. Сможет учиться, когда пожелает. Поэтому мы решили, что... Сначала мы должны подумать о пополнении в семье. Мы так решили, дедушка. Молодцы. Вы приняли самое правильное решение. Сейран, дочка, молодец. Как-никак, ты невестка в этом доме. Место учёбы для невестки — это её дом. Там она учится. Учёба, работа — это всё не так важно. Всё это будет со временем. Вы не разочаровали меня. Спасибо. Сейран. Дочка, ты ничего не сказала? Извините, господин, я не могу так... Спокойно обсуждать такие темы, как Ферит. Всё в порядке. Ничего, продолжайте завтракать. Приятного аппетита. Сейран. 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 Султан, завтрак закончился? Закончился, закончился, но и мы утомились. А что случилось? Садись, я заварила нам чай с шалфеем. Как некрасиво, сестра. Очень некрасиво. Сначала устроили шоу. Госпожа-невестка сдала экзамен, получила высокий балл и так далее. А потом все перевернули так, что она не будет ходить в университет. А почему? Видите ли, они хотят ребенка. Это же замечательно. Что замечательного, сестра? Еще. И при госпоже Осуман сказали. Как некрасиво. Я не смогу возиться с ребенком. Кто будет за ним убираться? Нет, нет, я не смогу. Я еще даже своего ребенка не вырастила, сестра, понимаешь? Султан, не нервируй меня. Я тебе не бездонная яма. Хоть раз поддержи человека. Скажи хоть пару приятных слов. Будь позитивной. Тебе нельзя ничего говорить. Я больше ничего не скажу. Ничего. Султан, выпила бы чаю? Все такие обидчивые. Боже мой. Что ты делаешь? Что ты делаешь, а? Я думала, насколько плохим ты еще можешь быть. А теперь вижу, ты становишься только хуже. Ты сама этого захотела. Что я захотела? Что я захотела? Что? Моя единственная мечта в этой жизни – это учиться. Моя единственная мечта. Ты не понимаешь? Иди поговори, исправь эту ситуацию. Успокойся. Это мечта прежней, Сейран. О чем ты еще могла мечтать в доме отца? Я предлагаю то, что получше твоей мечты, Сейран. И что же это? Ты будешь госпожой этой семьи в будущем. Мы будем продолжать этот род. Что еще нужно? Я сойду с ума. Я сойду с ума. Какой род? О каком ребенке ты говоришь? Ты, наверное, спутал меня с Пелин. Это мечта таких девушек, как она. Понятно? А не моя. Пустые слова. Пустые слова. Сколько, по-твоему, могла продолжаться эта игра в брак? Ты можешь уехать к отцу? Нет. Можешь перечить моему дедушке? Нет. Ты стала невесткой семьи Корхан и пользуешься всеми привилегиями. А мы еще должны дать тебе образование? Конечно. Что-нибудь еще? Я тебя ненавижу. Ты подлец. Ты мне противен. Сказала бы эти слова только что внизу. Результат был бы другим. А теперь ты обязана подарить моему дедушке внука, Сайран. Точка. Я никому ничего не обязана. Понятно? Скажем, что не получается, и тема закроется. Все так просто. И вообще, этот брак даже... Он ненастоящий. Кто сказал, что этот брак ненастоящий? Ты подделала подпись во время регистрации брака? М? Ты теперь моя жена, Сайран. Пойми это. Отныне будем делать то, что требует брак. И разве... Мы с тобой не договорились? Теперь у меня только... Одна жена. В моей жизни... Теперь будешь только ты. И только ты единственная. Я поняла. Поняла. Хорошо. Договора нет. Он отменяется. Пусть будет так, как ты скажешь. Ладно? Встречайся. С кем хочешь и где хочешь. Хорошо? Я никому не скажу. Обещаю. Я не буду ни с кем видеться. Хорошо? Обещаю, Ферит. Пожалуйста. Пожалуйста. Иди исправь эту ситуацию. Что случилось, Сайран? Только что я был подлецом. Был противен. Ты меня ненавидела. А теперь что стало? Хотя я был готов до конца поддерживать тебя. Но я не позволю держать меня за дурака, Сайран. Меня на работе сделали подмастерьем. У меня отняли свободу. Я терплю твоего отца и тетю. Но ты еще говоришь, чтобы я не виделся с Пелин. И этот парень до сих пор может тебе писать. Словно шутка. Ты его даже не заблокировала. Господин Ферит, это Латиф. Да, господин Латиф. Господин позвал вас обоих к себе в кабинет. Хорошо, сейчас прием. Собирайся, красотка из Антепа. Дедушка позвал. Я слышала. Скорее всего, будет говорить на эту тему. Пожалуйста, две минуты. Сыграй роль взрослого человека. Прошу. Всего две минуты. Всего две минуты. Послушай, будет так, как ты скажешь. Я сделаю все, что ты скажешь. Сайран. И учеба, и беременность. Ты хочешь, чтобы я умоляла тебя? Ты этого хочешь? Скажи. Хорошо. Хорошо, я сделаю то, что ты хочешь. Ферит. Единственная моя цель в этой жизни – это учиться. Понятно? Пожалуйста, исправь эту ситуацию. Обещаю. Обещаю, что отныне все будет так, как ты хочешь. Прошу. Ладно, ладно. Посмотрим. Пойдем за мной. Ты исправишь ситуацию. Ты исправишь ситуацию. Да пусти, ты что делаешь? Слышишь? Ой, 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 ой. Найдите. Ты звал нас, дедушка? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Не многие осмелятся на такое... Сейрон, дочка... Ты не говорила, что Юсуф ваш дальний родственник? Очень дальний, господин... А что с твоей бровью? Извини за мой вопрос... На него напал какой-то мерзавец... Как жаль... Мне так жаль... Мне тоже жаль... Спасибо... Вроде безопасное место... Но оказалось, что нет... Не волнуйся... Ты наш земляк... Ты наш земляк... И дальний родственник... Теперь у тебя... Есть защитники... Есть защитники... А пока... Пусть помогает хозяйству... А потом... Посмотрим... Латифу двери... Он все тебе объяснит... Спасибо, господин... Этот парень приходил сюда, чтобы попросить работу... Он хочет учиться... К тому же у него на родине есть мать, за которой он присматривает... Почему вы мне не сказали? Мы сами недавно познакомились с ним... Все произошло так неожиданно... Мы не можем... Не помочь родственнику... Да еще и нашему земляку... Можете идти... Извини, дедушка... Ферит, остановись... Куда ты собрался? Твой возлюбленный ничего не понял... Я хочу ему еще раз объяснить... Он мне никто, Ферит... Мне плевать на него... Понятно тебе? Посмотрим... Ферит... Почему ты не сказал это дедушке? Ферит... Он все узнает... Ты этого хочешь? Ферит... Успокойся... Умоляю тебя... Слышишь? Ферит... Успокойся... Как мне успокоиться? Ты довольна всем этим происходящим, да? Тебе нравится это? А я тут при чем? Как будто я просила его устроиться сюда... Но именно ты поставила нас в такое положение, Сайран... Из-за тебя я так себя веду... Позорюсь перед всеми... Из-за меня? Если бы ты не избил его... Его бы сейчас не было в Стамбуле, Ферит... Я же почти все уладила... Что ты уладила? Это произошло с нами, потому что ты так в себе уверена... Я скоро с ума сойду... У меня крыша едет... Ты довела меня... Довела меня... Это ты меня довела... Ферит... Я тоже очень зла на него... Я поговорю с ним... Я все решу... Он уйдет отсюда... Слышишь? Понятно? Что ты несешь? Опять поговоришь с ним? Ты испытываешь меня? Хочешь совсем свести меня с ума? Это тест на терпеливость? А что мне делать, Ферит? Что ты хочешь от меня? Что я могу еще сделать? Ничего не делай... Просто сиди спокойно... Но тебе же не сидится... Я что-нибудь придумаю... А ты не вмешивайся... Я сам все исправлю... Но если я останусь здесь... То обижу тебя... Или же... Изобью этого негодяя... И куда ты уходишь? Хочу успокоиться... Если ты встретишься с ним... Пока меня не будет дома... Можешь забыть про учебу... И про меня... Ты поняла? Понятно тебе? Запомни... А, Ферит... Давай поговорим... Не сейчас, мама... Ферит... Иди сюда... Я не задержу тебя... Слушаю, мама... Начинай... Ты и так знаешь, что тебе грозит... Сынок... Тебе совсем не стыдно... Неужели я тебя так воспитала, а? Что еще? Я всегда поддерживала тебя... Но то, как ты поступил в Сейран... Переходит все границы... Почему ты сказал, что она не будет учиться... А станет матерью? Мамочка, поговори с Сейран... Мне нужно идти... Пока... Все, удачи... А ну-ка, подожди... Вы что... Опять поругались? Да? В твои глупости и так никто не поверил... По делом тебе... Вот что я тебе скажу... Мама... Мы же хотели взять в дом покладистую спокойную девушку... И что? Она должна была сидеть тихонько в уголочке... А что теперь? Когда ты сказал мне, что... Тебе понравилась Сейран... Наше соглашение было расторгнуто... Мамочка, пожалуйста... Не думай сейчас об этом... Дедушка взял на работу какого-то парня... Дальнего родственника Сейран... Пожалуйста... Сделай все, но выгони его отсюда... Пожалуйста... А потом мы поговорим обо всем... Хорошо, мама? И что это значит? Почему? Я ничего не понимаю... Мама, ничего не нужно понимать... Его зовут Юсуф... Я просто не хочу его видеть в этом доме... Теперь понятно тебе? Не хочу я его видеть в этом доме... Сынок, ты нормальный? Нет, я не нормальный, мама! Я уже свихнулся! Ты... Ревнуешься, Иран? Да, ревную! Ревную! Довольно! Конечно, ревнуй! Хорошо... Хорошо, положись на меня... Я все сделаю, не переживай... Правда? Да... Ты сделаешь это, мама? Да... Мама... Будь спокоен, мой мальчик... Ну ладно... Отлично! Прекрасно! Ешь! Рядом с ними были уже другие котята... Да, они где-то здесь... Давай, ешь, ешь! Абедин, идет господин Латиф! Что такое? В чем дело? Ничего... Ох! Развлекаетесь! Приятного аппетита! Мы просто хотели выпить по чашке чая... Слушаю, господин! Это Юсуф... Земляк... Господин Ахалиса... Господин хочет, чтобы он здесь работал... Салям алейкум! Алейкум ассалам! Поздравляю, братец! Спасибо! Я Юсуф! Поздравляю, братец! Спасибо! Ебо! Юсуф будет жить с Карлосом... Он будет помогать вам заниматься мелкими делами... Хорошо, господин Латиф! Абедин! Поезжай к господину Кязыму! Госпожа Суна приедет сюда! Ибо! А ты займись Юсуфом! Не переживайте, господин Латиф! Мне нужна моя сумка! Можно я съезжу за ней? Потом съездишь! Это ненадолго! Абедин! Не заставляй людей ждать! Поезжай! Хорошо, господин Латиф! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Я сам поеду. Давай я отвезу, Феррид. Нет, я же сказал, сам поеду. Подгони мою машину. Хорошо, только никуда не уходи, прошу тебя. Алло? Сестра? Сейран, что случилось? Этот Юсуф опять пришел сюда. Как так? Да, он пришел и поговорил с господином Халисом. Он сказал ему совсем другое. Ты разговаривала с ним? Сейран, мы виделись вчера. Я сказала, чтобы он оставил тебя в покое, потому что уже начались разговоры. Я же говорила тебе. Молодец, сестра. Еще хуже. Он давил на жалость и сказал, что наш родственник. Наш родственник? Глупость какая. Этого хватило, чтобы господин Халис взял его на работу. На работу? Сейран, что ты такой говоришь? Отец ни в коем случае не должен знать об этом. Будто меня сейчас отец волнует. Я же говорю, Юсуф приблизился ко мне еще ближе. Куда еще хуже. Ферит вообще взбесился. Он просто ушел из дома, представляешь? Сейран, лучше пусть тебя волнует отец, потому что он тоже едет со мной в особняк. Думаешь, он узнает его, если увидит? Я не знаю. Но знаю точно одно. Он не должен этого узнать. Ладно, кладу трубку. Мне стало не по себе. Хорошо, хорошо. Тогда поговорим там. Я скоро приеду. Не расстраивайся. Ладно? Хорошо. А ты стой здесь и наблюдай. Просто поздоровайся с ними и все. Понял? Кем ты себя возомнила? Отпусти! 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 Кем ты себя возомнила? Вам запрещено видеться с мамой. Сейран, ты в порядке? Все хорошо? Сейран, в чем дело? Сейран? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Запрещено! Нельзя! Запрещено! Нельзя! Нельзя! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сейран? 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты в порядке? Воды? Господин Латив, можно нам воду? Скажи, дежле пусть принесет воды. Я могу зайти в дом? Да, конечно. Держись за меня, аккуратно. Все хорошо? Все хорошо? Да. Не переживайте. Мне просто нужно немного посидеть. госпожа Сейран, вот вода. Большое спасибо. Добро пожаловать, господин Кязын. Добрый день. Добро пожаловать, госпожа Суна. Госпожа Гюль-Гюн. Добро пожаловать. Не надо, дочка, ну что ты. Добро пожаловать. Кажется, мы не к добру пожаловали. Где Сейран? Неужели ей наплевать на родителей? Почему она нас не встречает? Ну что вы. Только, пожалуйста, не волнуйтесь. У Сейран немного закружилась голова, и она зашла внутрь. Что? Она в порядке? Да, в полном порядке. Проходите в дом, прошу. Что же случилось? Где она? Дочка! Дочка, ты в порядке? Все хорошо. Только ничего не скрывай от нас. Мои дочери никогда не болеют. Особенно Сейран. Она самая здоровая. Вот и все. Вы же видите, она в полном порядке. Расслабьтесь. Мне правда уже лучше. Она ничего не ест по утрам. Я думаю, причина в этом. Моя дорогая. Ну, конечно, нелегко жить вдали от отца. Дочери очень привязаны к отцам. Поэтому и нет аппетита. Сейран, можешь подняться в свою комнату и отдохнуть. Пусть Суна проводит тебя. Что скажешь? Конечно. Пойдем, дорогая. Нет, не надо. Пойдем. 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 Пойдем.